В столичной автозаправке меняют ценники на бензин чуть ли не каждый день. Если еще неделю назад литр бензина марки АИ-92 обходился кыргызстанцам от 60 до 63 сомов, то сегодня топливо стоит менее 60 сомов. В службе антимонопольного регулирования отмечают тенденцию снижения цен на горючие смазочные материалы. Уточняется, что в среднем цены на ГСМ снизились до 1 сома за литр. Сегодня литр бензина АИ-92 стоит 59,5 сома, АИ-95 – 66,2 сома. Дизельного топлива – 74,7 сома. Автогаза – 28,7 сома. В антимонопольной службе говорят, что цены на бензин постепенно стабилизируются и в настоящее время в стране запасов ГСМ достаточно. Как добавили в ассоциации нефтетрейдеров, бензин в Кыргызстане действительно дешевеет. Этот процесс обусловлен фактором перепроизводства топлива в России. Всё дело в том, что российские нефтяные компании попали под санкции. Это разрушило налаженную систему экспорта нефти и нефтепродуктов. В связи с чем бензин начал активно дешеветь в этой стране. Вслед за оптовыми начали падать и розничные цены. На территории Российской Федерации, на заводах, которые отпускают, нефтеперерабатывающих заводах, начали стабилизироваться цены. По некоторым позициям есть незначительное, но снижение оптовых отпускных цен. И поэтому у нас, видите, это было явление в конце августа месяца. На сегодняшний момент мы имеем, что у нас уже розничная цена пошла вниз. В некоторых компаниях, в некоторых компаниях, в некоторых компаниях порядка полтора сомов сегодня цены снизились. По отдельным позициям имеем в виду. Но это в основном касается марки бензина АИ-92, поскольку она самая многоиспользуемая у нас считается. Нестабильная ситуация на рынке дизельного топлива началась ещё с конца прошлого года. Обусловлено это общемировым восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты. Усугубила ситуацию и пандемии коронавируса. Цены на нефть выросли в два раза – 40 долларов до 80 за баррель. Это, в свою очередь, повлекло за собой и подорожание ГСМ. Несмотря на то, что в госантимонополии уверяют о стабилизации цен и тенденции снижения стоимости бензина, пока сами кыргызстанцы этого не ощущают. Автовладельцы говорят, сегодня заправить полный бак – роскошь. По их словам, цены на ГСМ, продукты и повседневные товары продолжают расти. А заработная плата остаётся прежней. Причина, почему он дорожает? Хватит уже, прекратите, пожалуйста. Уже сколько уже? 80, да? Там дизель уже почти 80, 75 сомов. Это куда? В какие ворота? Вы знаете, мне муж вчера сказал, что подешевел на сом где-то. А так я сама, честно, не замечаю, что на сом, на пол-сома. Ну, конечно, дорого, дорого. Вообще-то не по поводу топлива, по поводу всего можно сказать, что дорого. При этом, как говорят эксперты, в Кыргызстане цена на бензин – одна из низких среди стран-импортеров ГСМ. Стоимость топлива в нашей стране два раза ниже, чем в странах Евразийского экономического союза. Ежегодная потребность Кыргызстана в ГСМ составляет более 1 миллиона тонн. 95% нефтепродуктов республика импортирует из России. С начала года импорт составил около 650 тысяч тонн автомобильного бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива.